Сегодняшняя наша с вами тема это пищеварительная система. Давайте мы сегодня ее с вами начнем. Вообще в целом, зачем нам нужна пища, зачем нам питаться? Пища принимается для того, чтобы получать из нее энергию и получать самые простые мономеры для того, чтобы организовывать свои полимеры. Что такое мономеры? Мономеры это кирпичики. Например, мономер это аминокислоты. Из этих кирпичиков мы строим какие-либо образования. Это полимеры. Поли значит много, моно значит один. Из мономеров мы строим полимеры. Если мономер аминокислота это кирпичик, то белок, который состоит из аминокислот это дом. Пища принимается, разбирается и погащается в процессе питания животных. В целом животные делятся на три категории. По способу питания животные делятся на три категории. Это травоядные, плотоядные и всеядные. Травоядные в основном поедают растения и водоросли. То есть это, например, жвачные, то есть коровы, козы, овцы. Плотоядные животные, которые едят других животных. То есть это хищники. Например, волк, леса и так далее. И всеядные. Всеядные животные регулярно употребляют животных, а также растения или водоросли. То есть всеядные это омниворы, которые поедают и то, и другое. Например, к всеядным относятся мы с вами люди, и также к всеядным относятся медведи. Рацион животного должен обеспечивать химическую энергию, органические молекулы и необходимые питательные вещества. Рацион животного обеспечивает химическую энергию, которая превращается в АТФ и поддерживает процессы в организме. То есть, как мы упоминали с вами еще в прошлом занятии, вся пища, которую мы с вами употребляем, она превращается в химическую энергию, которая в дальнейшем, эта энергия начинает сохраняться в батарейках, которые мы с вами называем АТФ. Аденозин-3-фосфат. И уже в дальнейшем эти батарейки используются для нужд организма в виде запаса энергии. Животным нужен источник органического углерода и органического азота, чтобы строить органические молекулы. Вот этот момент как раз мы с вами обсуждали, еще тоже снова же на прошлом занятии. Нам нужен какой-нибудь материал, из которого мы будем строить дом. То есть, в данном случае материал это углерод и азот, которые мы получаем из пищи. Есть незаменимые питательные вещества. Essential. Это те вещества, которые необходимы клеткам и должны быть получены из пищевых источников. То есть, в нашем организме могут синтезироваться определенные вещества. Но в тот же момент некоторые вещества не синтезируются в нашем организме. Эти вещества как раз и называются незаменимыми. Незаменимые питательные вещества делятся на 4 класса. Первый класс это незаменимые аминокислоты. Второй это незаменимые жирные кислоты. Третий это витамины. И четвертый это минералы. Незаменимые аминокислоты. Животным требуется 20 аминокислот. И они могут синтезировать около половины из них из молекул в своем рационе. Получается, если нам нужно около 20 аминокислот, из них лишь половина синтезируется в нашем организме. Остальные аминокислоты, незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в нашем организме, должны быть получены с пищей в предварительно собранном виде. То есть, мы их получаем благодаря тому, что мы едим. Диета, обеспечивающая недостаточное количество незаменимых аминокислот, вызывает недоедание, называемое дефицитом белка. То есть, если ваша пища, которую вы употребляете, не содержит необходимое количество аминокислот, или же в ней отсутствуют определенные виды аминокислот, возникает дефицит белка. Мясо, яйца и сыр содержат все незаменимые аминокислоты, и таким образом являются полноценными белками. То есть, яйца, мясо и сыр содержат все аминокислоты, благодаря этому они наиболее богаты белками. Их, например, для получения массы, именно мышечной массы, употребляют в большом количестве именно эти вещества, припора, именно эту пищу. Большинство растительных белков не имеет полного аминокислотного состава. То есть, в большинстве растительных белков отсутствуют те или иные незаменимые аминокислоты. Вследствие этого, людям, которые едят только растительные белки, необходимо употреблять определенные комбинации растений, чтобы получить все незаменимые аминокислоты. То есть, например, если человек является вегетарианцем, и он кушает только растительную пищу, и, например, в день он употребляет цитрусы, в которых содержится половина незаменимых аминокислот, которые нам необходимы, то остальную половину он должен получать, например, из болгарского перца. У некоторых животных есть приспособления, которые помогают им в периоды, когда их телу требуется огромное количество белка. То есть, в нашем организме есть способы получения белка, метаболические способы получения белка, только в нашем и в организме животных. Незаменимые аминокислоты из вегетарианской диеты. 8 незаменимых аминокислот для взрослых. Как вы здесь видите, мы можем рассмотреть, где и каким образом мы можем получить аминокислоты. Здесь метионин, валин, трианин, фенилаланин, лейцин и изолейцин мы можем получить из кукурузы и других зерновых культур. Но при этом триптофан и лейцин остаются вне данного списка. Получается, для того, чтобы наиболее эффективно получать незаменимые аминокислоты, человек должен употреблять как кукурузу и другие зерновые, так и фасоль и другие бобовые, которые как раз-таки содержат триптофан и лейцин. В тот же момент мы сможем... И теперь представим, что человек употребляет только фасоль и другие бобовые, но не употребляет зерновых. Он остается без метионина. Снова же, у него может возникнуть дефицит белка. Незаменимые жирные кислоты. Животные могут синтезировать большую часть необходимых им жирных кислот. Незаменимые жирные кислоты – это определенные ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимо получать с пищей. Давайте я вам разъясню, что такое ненасыщенные жирные кислоты. У нас есть два типа жирных кислот – насыщенные и ненасыщенные. Ненасыщенные жирные кислоты – это те жирные кислоты, которые содержат в своем химическом составе двойные связи. За счет этого они имеют жидкую форму. То есть, когда мы говорим о ненасыщенных жирных кислотах, мы говорим о растительных маслах. Например, о самом обычном подсолнечном масле, в котором содержатся так необходимые нам незаменимые жирные кислоты. Например, олеиновая кислота. Дефицит жирных кислот встречается крайне редко. Как уже ясно, он встречается у нас редко, поскольку мы довольно-таки часто употребляем эти масла в пищу. Теперь довольно обширная группа, довольно интересная группа – это витамины. Витамины. Витас, вита – значит жизнь. Амины – это амины. То есть, витамины – это жизненно необходимые амины. Это органические белки. Это органи... Извините, я оговорился. Это органические молекулы, которые необходимы в рационе в небольших количествах. Многие витамины действуют как коферменты. Что такое коферменты? У вас может возникнуть такой вопрос. Кофермент – это составляющая часть ферментов. Ферменты – это катализаторы. То есть, ферменты ускоряют в реакции в нашем организме. Представьте себе. Например, вы съедаете булочку... Для того, чтобы этой булочке перевариться, и чтобы она переварилась и всосалась в наш организм, необходимо около трех часов. Но это происходит только благодаря ферментам. Ферменты – это белки, которые ускоряют эти реакции. Если ферменты отсутствуют, то реакции занимают куда большее время. То есть, если бы вы съели ту же булочку, для того, чтобы эта булочка переварилась, вам нужно было бы не три часа, а тридцать дней, к примеру. Получается, если витаминов не будет, то значит, коферментов тоже не будет. За счет этого все реакции в нашем организме остановятся. То есть, витамины, они жизненно необходимы человеку. Получается, что выявлено 13 витаминов, необходимых для человека. Витамины мы делим на две категории – жирорастворимые и водорастворимые. Биологическая роль витаминов. Какую роль выполняют витамины? Как мы только что с вами сказали, это коферментные, то есть, например, витамин ПП, его также по-другому называют пилагропревентинг, то есть, ПП – это английская анаграмма, которая обозначает пилагропревентинг, то есть, противопилагрический, который предотвращает заболевание пилагру. Он входит в состав кофермента НАТ – никотинамид, аденин, динуклеотид. Витамин В2 – рибофлавин, в состав кофермента ФАТ – флавин, аденин, динуклеотид. Получается то, что и НАТ, и ФАТ играют очень большую роль в энергетическом обмене нашего организма. Когда их начинает не хватать, организму начинает не хватать энергии. Они также являются аластерическими активаторами, регуляторами многих ферментов. Что значит аластерический? Аластерические активаторы – это, например, давайте мы с вами нарисуем. Видите данный рисунок, цветочек? Это фермент. Это фермент, который ускоряет скорость реакции. Получается, к этому ферменту здесь, здесь, здесь и здесь я отметил крестиками могут прикрепиться другие биологически активные вещества. И витамины, прикрепляясь, например, к этой части вот я закрасил красным прикрепляясь к этой части начинают активировать этот фермент. Получается, активация фермента происходит не только в этой стороне, она происходит и здесь, и здесь, и здесь. Аластерическая активация – это активация с одной стороны, но при этом активируются все места в ферменте. Некоторые витамины входят в состав более сложных белков, например, витамин А. Антиксерофтальмический входит в состав родопсина сетчатки. То есть, родопсин нужен нам для того, чтобы родопсин находится в палочках сетчатки. В глазах есть два типа клеток, которые различают цвет. Это колбочки, и которые различают цвет, не цвет, а свет. Это палочки. Как раз в них, в палочках находится родопсин, и благодаря нему мы можем, например, видеть в темноте. При недостатке витамина А развивается куриная слепота. Именно из-за недостатка родопсина. Антирадикальная, антиоксидантная функция. Витамины блокируют свободные радикалы, в том числе радикалы кислорода. Данная функция наиболее характерна для витаминов Е, А и С. Получается, радикалы – это активные формы кислорода. Активные формы кислорода могут навредить нашим клеткам. И для того, чтобы предотвратить вред, наносимый нашим клеткам, витамины Е, А и С как раз-таки входят в комплексы, которые нейтрализуют эти свободные радикалы. Например, кислород. Радикалы кислорода. Обмен витаминов. Всасывание. Для некоторых витаминов имеются специальные белки-переносчики. Во всасывании жирорастворимых витаминов принимают участие желчные кислоты. То есть, некоторые витамины переносятся благодаря специальным белкам-переносчикам, а другие за счет своей жирорастворимости могут вместе с желчными кислотами проникать напрямую через кишечник. Транспорт витаминов. Для жирорастворимых витаминов необходимы транспортные белки. Например, ретинол, связывающий белок для витамина А. То есть, для определенных витаминов нужны белки, которые их транспортируют в нашем организме. В тканях витамины встраиваются в состав коферментов, как мы уже с вами обсуждали. Инактивация витаминов происходит в печени. Печень – это центральный завод нашего организма. Там происходит большинство реакций метаболизма. Продукты распада витаминов выводятся через почки. По их концентрации в моче судят об обмене витаминов в организме. То есть, в моче мы можем обнаружить концентрацию витаминов и, например, по их недостатку или по их излишнему количеству мы можем судить о здоровье человека. В обмене витаминов возможно нарушение. То есть, из-за недостатка или же из-за большого количества витаминов могут быть какие-либо патологические изменения в нашем организме. А-витаминозы – это патологические состояния, развивающиеся при отсутствии витаминов в пище и при нарушении их усвоения и обменных превращений. Получается, если вы вообще не употребляете витамины, то у вас развиваются а-витаминозы. Также может быть, теперь, тут такой момент, их усвоения и обменных превращений. Получается, усвоение. Мы же с вами говорили на прошлом слайде, то, что нужен специальный белок, который переносит витамин А. Если его нету, как раз может пойти авитаминоз. Или же обменные превращения. Если витамин А перестанет участвовать в превращении в родопсин, то есть в восстановлении родопсина. Гипервитаминозы – это патологическое состояние вследствие избыточного поступления в организм витаминов. То есть когда витаминов слишком много, их не должно быть слишком много. Всему у всего должна быть своя мера. И гипервитаминозы – это патологические состояния, возникающие при недостаточном поступлении или частичном нарушении обмена витаминов, а также при повышенной потребности в них. Беременность, ранний детский возраст, работа в жарких цехах. Получается, это те состояния, в которых витамины вроде бы и есть в нашей пище, но их недостаточно. Или же витамины употребляются в слишком большом количестве. Различают экзогенные и эндогенные причины гиповитаминозов. Экзогенные – это наружные, то есть это причины, это факторы окружающей среды, можно сказать. Или же по-другому алиментарные, то есть гиповитаминозы лечат путем назначения витаминов, препаратов и продуктов, богатых недостающим витамином. То есть это отсутствие витаминов в нашей пище, то есть либо их малое количество, это экзогенные. Эндогенные причины – это причины, которые лежат внутри самого нашего организма. То есть это нарушение всасывания, например, витаминов, в желудочно-кишечном тракте – это заболевания печени, когда витамины не могут метаболизироваться в своей активной форме. Дисбактериозы, гельминтозы, эндогены и гиповитаминозы лечат путем инъекций витаминов, минуя желудочно-кишечный тракт. То есть в данном случае мы напрямую вводим их в кровь, для того, чтобы они могли поступать в клетки и оказывать свое действие. По кровотоку. В детском возрасте могут встречаться особые витаминрезистентные состояния, при которых нарушено включение витаминов в состав коферментов. Эти состояния корректируют назначением готовых коферментных форм витаминов. То есть есть еще также наследственные заболевания, которые также могут на это повлиять. здесь здесь мы давайте с вами это рассмотрим подробнее. Как вы помните, мы делим витамины на две большие группы. Мы делим их на что? Мы делим их на жирорастворимые витамины и водорастворимые витамины. Следует учитывать, давайте мы скажем, то что жирорастворимые витамины, эти витамины, они в основном могут вызвать гипервитаминозы, в то время как водорастворимые витамины чаще всего не вызывают гипервитаминозов, потому что они могут просто выделяться с помощью мочи. При приеме жирорастворимых витаминов нужно быть максимально осторожным, поскольку, как я вам уже сказал, они могут вызвать гипервитаминозы, а гипервитаминозы это патологическое состояние, то есть это вред нашему организму, поэтому употребляя витамин А, Д, Е и К всегда нужно придерживаться нормативов и употреблять их только в назначенном количестве, а водорастворимые витамины, они не так опасны в этом отношении, то есть они не могут вызвать относительно гипервитаминозы, но снова же нужно быть осторожными и при приеме этих витаминов тоже. Давайте теперь с вами рассмотрим витамин А, ретинол. Все мы наверное слышали о витамине А, потому что с детства наверное некоторые из вас даже пили рыбий жир, все мы знаем о том, что он улучшает зрение, улучшает кожу, но давайте мы с вами подробнее разберем функцию этого витамина и благодаря чему он способствует всему этому. чаще всего мы можем найти витамин А в жире из печени трески и палтуса, печени крупного рогатого скота, молока и молочных продуктов, моркови, шпинати, крест-салати. На самом деле в большинстве своем он содержится как раз таки в печени, содержится как раз в рыбьем жире, поэтому его употребляют как раз в той форме. Функции витамина А он необходим для нормального роста, для формирования эпителиальных тканей, то есть формирование эпителиальных тканей подразумевается именно кожа, то есть витамин А поддерживает здоровье нашей кожи. Также говорят, что витамин А нужен, необходим для роста, то есть он помогает нам расти. Альдегидная форма витамина А необходима для образования зрительного пигмента радопсина, участвующего в темновой адаптации. Как мы уже с вами говорили, витамин А нужен для образования радопсина, а радопсин, благодаря радопсину мы можем видеть в темноте. Радопсин находится в палочках нашей сетчатки, наших глаз. При недостатке витамина А что же происходит? Кожа становится сухой, развивается сухость роговицы, ксероофтальмия и дегенерация слизистых оболочек. Ухудшается, а при большом дефиците полностью нарушается адаптация к темноте. Если не добавлять витамина в пищу, то в результате ксероофтальмии может развиться непроходящая слепота. то есть из-за недостатка витамина А в первую очередь у вас нарушается кожа, конечно же, кожа становится сухой, после этого идут нарушения как раз в области глаз, развивается куриная слепота, которая вообще может перейти в обычную слепоту. и тут следует отметить то, что как я уже говорил вам витамин А он может вызвать гипервитаминозы. Гипервитаминозы витамина А тоже очень страшны. Идут такие же нарушения кожи, слизистых оболочек, идет ксеркоофтальмия, как раз таки нарушается снова же зрение при гипервитаминозе, поэтому с витамином А нужно быть поосторожнее. И касательно витамина А есть такая история. Получается это документированно зафиксированный факт. У мужчин, если точнее у людей, которые работали на Северном полюсе, развивался гипервитаминоз А. В чем же была причина? Причина была в том, что данные люди в целом даже там не только хочу сказать вам то, что это были исследователи. Это были исследователи на Северном полюсе. Но не только, там еще и местные народы были. Получается, у них у всех развивался гипервитаминоз витамина А. В чем же была причина? Причина гипервитаминоза А у этих людей была в том, что они потребляли печень белого медведя. то есть они убивали белых медведей и их съедали. Из-за этого у них развивался гипервитаминоз А, потому что в печени белого медведя содержится очень большое количество витамина А. Поэтому нужно быть осторожнее с тем, что мы едим. Нужно знать меру. Следующий витамин это у нас витамин Д. Кальциферол. Снова же он содержится в основном в печени, трески, палтуса, в яичном желтке, маргарине, молоке. Образуется в коже при воздействии солнечного света на липиды. Заметьте, витамин А может синтезироваться в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей. Функция витамина А витамин Д может синтезироваться в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Функции витамина D. Регулирует всасывание кальция в пищеварительном тракте и связанные с кальцием обменные процессы. Необходим для образования костей и зубов. Способствует всасыванию фосфора. Обратите внимание, витамин D не является сам по себе кальцием. Витамин D необходим для того, чтобы кальций лучше всасывался в организме. Наверное, были среди вас те, кто ломал руки или ноги, переломы костей. Когда вы употребляете витамин D, вы его употребляете либо с кальцием в виде лекарств, либо вы употребляете его вместе с молоком, который содержит большое количество кальция. При недостатке витамина D развивается рахит. Рахит – это нарушение кальцификации растущих костей. У маленьких детей характерным признаком рахита являются кривые ноги, а у детей постарше – вывернутые внутрь колени. Получается, из-за того, что рахит – это заболевание, которое встречается преимущественно у детей. То есть, это заболевание детского возраста. Из-за того, что кости недостаточно окрепли, они, можно сказать, что они более мягкие, из-за этого они становятся ломкими, и у них начинает появляться ненормальная форма. Как видите, например, получается, вот если вы представите то, что это нога, вот это нога, здесь у нас колени. Такие дети имеют вот такие колени. Вывернутые внутрь – х-образные колени. Это рахитические колени. Кроме того, именно в Кыргызстане у детей, которые когда-либо болели рахитом, есть определенный признак, по которому мы можем это определить. Это затылок. Если рахитический ребенок, у нас, получается, есть бещики. Достаточно часто детей оставляют в этом бещике на длительное время, и пока ребенок лежит в этом бещике, а у него мягкие кости, затылок у этого ребенка начинает становиться плоским. То есть, если вы сейчас попробуете ощупать свой затылок, на нем должны быть бугры. Если этих бугров не было, скорее всего, когда вы были ребенком, вас надолго оставляли в бещике, и у вас был рахит, то есть недостаток витамина D. Насчет получения витамина D у детей, именно из-за этого с детьми нужно почаще гулять на солнце, для того, чтобы они получали витамин D благодаря своему собственному организму, чтобы он мог синтезироваться в нем. Помните, я вам вначале сказал, что рахит – это заболевание именно детского возраста. Есть также остеомаляция. Это уже заболевание взрослых. Выражается оно в том, что кости становятся хрупкими и более ломкими. То есть, кости болят, и в них наблюдаются более частые переломы. Следующий витамин – это у нас витамин Е – токоферол. Основные источники – это зародыши пшеницы, ржаная мука, печень и зеленые овощи. Функции витамина Е, например, у крыс, он участвует в функциональной активности мышц и половой системы, препятствует гемолизу эритроцитов. Гемолиз – это разрушение эритроцитов. Функции у человека доподлинно неизвестны, но в данный момент считается то, что витамин Е оказывает антиоксидантную функцию и также играет роль в развитии ребенка. У крыс недостаточность может вызвать бесплодие, наблюдается атрофия мышц и анемия, связанная с гемолизом эритроцитов. Витамин К – филохинон. Основные источники – это шпинат, качанная капуста, пресельская капуста. Витамин К также синтезируется микрофлорой кишечника, то есть синтезируется микроорганизмами, которые обитают в толстом кишечнике. Функция витамина К – участвует на конечной стадии синтеза протромбина в печени, являясь незаменимым фактором свертывания крови. Витамин К нужен нам для того, чтобы кровь могла свернуться, то есть представьте себе то, что вы порезались. Если витамина К у вас будет не хватать, кровь не остановится, то есть она будет идти, идти и идти, и возможно даже приведет к смерти от кровопотери. А при достаточном количестве витамина К, витамин К участвует именно в образовании факторов свертывания крови, в образовании протромбина. И благодаря этим веществам кровь может свернуться, нормально свернуться и остановиться, за счет этого вы сохраните себе жизнь. При недостатке витамина К замедляется свертывание крови, при большом дефиците кровь совсем не свертывается. То есть в данном случае, возможно вы слышали о таком заболевании, как гемофилия, симптомы будут довольно-таки схожи с гемофилией. В то время как гемофилия это наследственное заболевание, недостаточность филохинона это приобретенное заболевание, которое лечится просто приемом данного витамина. Но я бы хотел вам сказать, что недостаточность витамина К наблюдается довольно-таки редко. Почему? Потому что она синтезируется микрофлорой кишечника. Витамин К синтезируется микрофлорой кишечника. То есть в нашем организме он синтезируется в норме. Но при приеме антибиотиков микрофлора нашего кишечника, то есть бактерии, которые обитают в нашем кишечнике, начинают умирать. За счет этого витамин К может перестать синтезироваться. Или же может наблюдаться его недостаточный синтез. На этом мы с вами, получается, закрываем жирорастворимые витамины и приступаем к водорастворимым витаминам. Как уже отмечалось ранее, водорастворимые витамины не так часто, они не вызывают гипервитаминозы обычно. Но, и получается, они, благодаря тому, что они водорастворимые, они выводятся вместе с мочой. Водорастворимые витамины – это в основном витамины группы В. Давайте мы их с вами сейчас рассмотрим. Витамин В1 находится в основном в зародышах пшеницы или риса, экстракте дрожжей, непросеянной муке, печени, почках и сердце. Участвует в качестве кофермента декарбоксилаз в химических реакциях тканевого дыхания, прежде всего в цикле Крепса. То есть, давайте я вам разъясню, что такое химические реакции тканевого дыхания и цикл Крепса. Тканевое дыхание – это клеточное дыхание. То есть, например, вы можете вдохнуть сейчас, благодаря своим легким. Но в ваших клетках происходит еще и расщепление молекул, веществ и получение из них энергии благодаря дыханию. Энергию – это как раз-таки цикл Крепса. Благодаря циклу Крепса, это один из этапов клеточного дыхания, мы получаем энергию. Декарбоксилазы – это ферменты, которые играют как раз-таки роль в реакции, которые происходят в цикле Крепса. И при недостатке витамина В1, получается, у нас идет недостаток декарбоксилаз, то есть, их кофермента нету, декарбоксилазы не работают, химические реакции не происходят, цикл Крепса не происходит, значит, энергии у нас тоже не хватает. То есть, в дальнейшем это ведет к недостатку энергии. Из-за недостатка энергии, как раз-таки у нас развивается заболевание, называемое Берри-Берри. При недостаточности витамина В1 развивается заболевание Берри-Берри. Берри-Берри – это поражение нервной системы. Мышцы становятся слабыми, болезненными. Возможно, параличи, сердечная недостаточность, отеки, замедление роста у детей. В крови накапливаются кетокислоты, в частности, перво-виноградная кислота. Касательно кетокислот. Кетокислоты – это субстрат, то есть, это первичный… Давайте как… Представьте себе то, что кетокислоты – это мука. Из этой муки мы должны получить тесто. Тесто мы получаем в цикле Крепса. То есть, цикл Крепса превращает муку, то есть, кетокислоты, в тесто. Но из-за того, что у нас нету декарбоксилаз, мы же не можем превратить муку без, например, работы. Ничего не делаем, мы не можем превратить муку в тесто. То есть, сначала мы должны добавить воду, потом всё это размешать, потом, получается, сделать из муки тесто. Но из-за того, что мы просто не сделали всё это, например, представим то, что у вас, например, болят руки, вы не можете это сделать. У вас становится много муки, но нету тесто. Тут то же самое. Есть кетокислоты, из которых в дальнейшем мы должны были получать энергию. Но из-за того, что цикл Крепса не работает, кетокислоты начинают накапливаться. Следующий витамин – это у нас витамин В6 – пиридоксин. Он у нас в основном находится в яйцах, печени, почках, муке грубого помола и свежих овощах. Он участвует в фосфорилированной форме, как кофермент в обмене аминокислот и жирных кислот. Получается, благодаря нему у нас образуются как раз-таки аминокислоты и жирные кислоты. При его недостатке развиваются депрессия и раздражительность, анемия, диарея и дерматиты. Витамин В5 – пантотеновая кислота. Получается, он широко распространен во всех пищевых продуктах. Входит в состав кофермента А, молекула которого активирует карбоновые кислоты в клеточном метаболизме. Кофермент А получается, снова же, это у нас мука из цикла Крэпса. То есть, кофермент А участвует в цикле Крэпса и получается клеточный метаболизм, то есть, клеточное дыхание. Снова при недостатке витамина В5 наблюдается недостаток энергии. Как вы можете заметить, и при недостатке витамина В1, и при недостатке витамина В5, в обоих случаях как раз у нас идет нарушение клеточного дыхания цикла Крэпса, наблюдается нарушение нервно-мышечной координации, то есть, мышцы становятся слабыми и поражение нервной системы. Следующее, это у нас витамин В3, или же витамин ПП, как мы с вами ранее сказали, это пилагропревентинг, предотвращающий пилагру витамин, или же никотиновая кислота, находится в мясе, хлебе грубого помола, дрожжевом экстракте, печени. Получается, он является незаменимым компонентом кофермента НАТ и НАДФ, играющих роль акцепторов водорода в составе ряда Д-гидрогеназ, входит в состав кофермента А. И НАТ и НАДФ участвуют в цикле Крэпса, то есть, они играют там очень большую роль, и получается, при недостатке витамина В3 у нас снова же развивается что? У нас развивается недостаток энергии, можем сказать таким образом. Следует, получается, при недостатке витамина В3, никотиновой кислоты, развивается заболевание пилагра, фотодерматиты, сыпь и диарея. И тут у нас есть такой момент. Пилагра характеризуется тремя Д. В нынешнее время это, в английской литературе это 4Д, в русской литературе это 3Д. То есть, это три симптома пилагры. Если вы наблюдаете эти три симптома, то значит, три симптома вместе, то это значит то, что у данного человека есть недостаток витамина В3. То есть, это дерматиты, диарея и деменция. Деменция, диарея, дерматиты. Это 3Д, это симптомы пилагры. Пилагра это недостаточность витамина В3, никотиновой кислоты. Как я отметил ранее, в русской литературе это 3Д, а в английской литературе это 4Д. В четвертом Д в английской литературе является ДЭС. ДЭС. То есть, смерть. М или... Витамин М или же В8. Фолиевая кислота. Печень, белая рыба, зеленые овощи. Чаще всего встречается в них. Участвует в синтезе нуклеопротеинов и в образовании эритроцитов. То есть, без витамина В развивается как раз таки анемия. Особенно она выражена у женщин во время беременности. И давайте я вам расскажу довольно интересную вещь из клиники, из медицины. Получается, фолиевую кислоту назначают всем беременным женщинам. Это связано с тем, что при развитии нервной системы у ребенка сначала развивается нервная трубка. И при недостатке витамина М или же фолиевой кислоты, как раз таки развивается недостаточность развития. То есть, нервная трубка не развивается. И поэтому фолиевую кислоту должны принимать все женщины, для того, чтобы плод развивался нормально. Ну и для того, чтобы предотвращать также анемию. Витамин В12 или же цианакабаламин. Мясо, молоко, яйца, рыба и сыр. Основные источники. Участвует в синтезе РНК, предупреждает развитие пернициозной анемии. Пернициозная анемия или же по-другому злокачественная анемия. При пернициозной анемии развивается... Если наши нормальные эритроциты выглядят в форме лепешечек, скажем то, что они выглядят как лепешечки, то при пернициозной анемии они становятся большими, они становятся ненормальной формы. По-другому ее также называют мегалобластическая анемия. Пернициозная анемия. Насчет витамина В12 хочется сказать, что его недостаток тоже довольно-таки редко наблюдается. Но при недостатке, получается, в нашем кишечнике есть специальный гликопротеин. Можем сказать, что это канал. Специальные белки, которые образуют каналы для витамина В12. Его называют внутренний фактор Касла. При недостатке этого внутреннего фактора Касла в тонком кишечнике наблюдается недостаточность витамина В12 цианакабаламина и развивается пернициозная анемия. Витамин H, биотин, содержится в дрожжах, печени, почках, яичном белке и также синтезируется в микрофлоре кишечника. Следует отметить то, что большинство витаминов, которые синтезируются в микрофлоре кишечника, их недостаток наблюдается довольно-таки редко. Витамин H, биотин играет роль кофермента в ряде реакций карбоксилирования, участвует в синтезе белка и трансаминировании. Его недостаточность проявляется в виде дерматитов мышечных болей. В данном моменте вы можете, получается, заметить то, что в целом он нужен в синтезе белка. Витамин C или же аскорбиновая кислота. Все вы, наверное, о нем слышали. То, что аскорбиновая кислота полезна для иммунитета, то, что она содержится в большом количестве в цитрусовых. Хотя я бы хотел сказать то, что основные источники это, конечно, цитрусовые овощи, картофель и томаты, но кроме этого следует отметить отдельно шиповник. В шиповнике содержится больше всего витамина С. Также в болгарском перце содержится большое его количество. Его функция – это участвовать в метаболизме соединитель тканей в образовании здоровой кожи. То есть, благодаря витамину С появляется здоровая кожа. Насчет метаболизма соединительной ткани. Из прошлого занятия вы должны помнить, что такое коллаген. Коллаген отвечает за прочность наших соединительных тканей. Получается, аскорбиновая кислота помогает в синтезе коллагена. И как раз-таки большинство признаков, симптомов недостатка витамина С связано с тем, что коллаген не образуется. Заболевание, которое возникает при недостатке витамина С – это цинга. Все вы, наверное, о нем слышали. То есть, это болезнь моряков. Раньше моряки очень часто плавали и в основном питались мясными продуктами. То есть, с сушеным мясом, очищенным рисом. И из-за этого у них развивалась цинга. Из-за того, что им не хватало витамина С. Заметьте, очищенный рис. Именно из-за очищенного риса может развиться цинга. Поэтому важно еще кушать его и в неочищенном виде. Десны становятся слабыми, кровоточат, не заживают раны, не образуются волокна соединительной ткани. Происходит анемия и сердечная недостаточность при цинге. Так, на этом мы с вами разобрали, получается, витамины. Запомните, при недостатке витамина А развивается куриная слепота. При недостатке витамина Д развивается рахит у детей, остеомоляция у взрослых. При недостатке витамина К у нас развивается кровь, перестает свертываться. И симптомы довольно-таки похожи на гемофилию. При недостатке витамина В1 развивается берри-бери, поражение нервной системы. При недостатке витамина В3 развивается пилагра. При недостатке витамина В12 развивается перницозная анемия или же злокачественная анемия. При недостатке витамина С развивается цинга. Следующим мы с вами рассмотрим минералы Минералы это простые неорганические питательные вещества, которые обычно требуются в небольших количествах Минералы выполняют множество важных функций, включая кофакторы, ферменты Коферменты и кофакторы фактически это одно и то же Только коферменты это витамины, а кофакторы это минералы Получается так же очень В целом вот насчет касательно ферментов давайте я вам более подробно разъясню этот момент Ферменты состоят из двух частиц Из апофермента Апофермент Из апофермента И кофермента Коферменты или же по другому кофактора Коф, напишем коф Получается что апофермент это белковая часть фермента, то есть она состоит из белка А кофермент или же кофактор это витамины, коферменты А кофакторы это у нас минералы Хочу вам напомнить то, что ферменты это вещества белковой природы, которые ускоряют реакции в нашем организме Снова же упомяну прошлый пример, если вы съели булочку, благодаря ферментам булочка расщепится и переварится в нашем организме за три часа Если ферментов бы не было, булочка переваривалась бы 30 дней Пойдем с вами дальше Теперь мы с вами рассмотрим минералы Минералы и то, какую роль они выполняют в нашем организме Железо является составной частью гемоглобина То есть является составной частью гема Гемоглобин это белок Это получается кислород, связывающий белок наших эритроцитов, который участвует в переносе кислорода Влияет на процесс кроветворения и тканевого дыхания железа Нормализует работу мышечной и нервной системы Борется со слабостью, утомляемостью Тут я бы хотел обратить ваше внимание на то, что Влияет на процесс кроветворения и тканевого дыхания Помните, мы с вами вот только что разбирали Тканевое или клеточное дыхание В нем есть белки цитохромы Цитохромы несут в себе как раз таки железо Если железа не хватает, то клеточное дыхание нарушается И снова же нарушается процесс выработки энергии Кроветворение, поскольку гемоглобин как раз таки требует Следует отметить, что гемоглобин тоже состоит из двух частей Он состоит из белковой части, из небелковой части или же гема Гем как раз таки содержит железо Если у нас не хватает железа, то нормальные эритроциты тоже не будут развиваться Как раз таки железо придает нашей крови красный цвет К чему приводит нехватка железа? Оно приводит к анемии иначе малокровию Когда в крови мало красных кровяных клеток и низкий гемоглобин Касательно получается именно анемии Железо также приписывается беременным вместе с фолиевой кислотой и йодом в нашей стране Для того, чтобы не развивалась анемия и плод развивался нормально В основном железо содержится в говяжьей печени, говядине, тунце, персиках, фасоли, гречневой крупе, абрикосах, тыкве, семечках и изюме Следующее это у нас цинк Цинк нужен для того, чтобы вырабатывался инсулин Помогает вырабатывать инсулин Помните, что такое инсулин? Да, инсулин это гормон, который снижает сахар крови При недостатке инсулина развивается заболевание сахарный диабет Участвует в жировом, белковом и витаминном обмене синтези ряда гормонов То есть, благодаря цинку мы, например, можем синтезировать новые белки, новые жиры, новые витамины Синтезировать ряд гормонов Стимулирует общий иммунитет То есть, цинк улучшает общий иммунитет нашего организма Увеличивает сопротивляемость инфекции Повышает потенцию у мужчин К чему приводит недостатка цинка? К задержке психомоторного развития у детей То есть, такие дети с недостатком цинка Являются более-менее развитыми, чем здоровые дети С достаточным количеством цинка в диете Касательно моего слова диета Диета – это не только то понятие, которое сейчас используют для того, чтобы похудеть Диета в целом – это то, что мы едим, то, что мы кушаем При недостатке цинка происходит облысение, дерматиты, снижение иммунитета и половой функции Поскольку, как вы видели, он стимулирует иммунитет, увеличивает сопротивление инфекциям И также при его недостатке развивается депрессия и раздражительность Многим людям с плохой памятью, у которых болит голова, советуют пить цинк В каких продуктах он содержится? Он содержится в говядине, в тунце, острицах, крабах, зерновых, тыквенных семечках, орехах, бананах и имбире Следующий – это у нас медь Медь участвует в синтезе красных кровяных телец – коллагена Он отвечает за упругость кожи Обновление кожных клеток способствует правильному усвоению железа При его недостатке развивается анемия, нарушение пигментации волос и кожи Температура ниже нормы, психические расстройства В основном медь содержится в орехах, особенно грецках и кэшью Морепродуктах, мясе, черносливах, бананах, грибах Кобальт активирует ряд ферментов, усиливает производство белков Участвует в выработке витамина В12 и в образовании инсулина Заметьте, кобальт – это название витамина В12 Цианокобаламин – кобальт Дефицит витамина В12, что ведет за собой нарушение обмена веществ То есть, если витамин В12 не синтезируется из-за недостатка кобальта То происходит что? Может произойти пернициозная анемия Содержится в большом количестве моллюсках, рыбе, мясе, клубники и земляники Марганец участвует в окислительных процессах Обмене жирных кислот То есть, окислительные процессы, снова же клеточное дыхание Контролирует уровень холестерина Все вы, наверное, слышали о холестерине То есть, из-за излишка холестерина развивается такое заболевание, как атеросклероз Холестерин – это стероид Это липид стероидные структуры, которые в норме находятся в плазматическом мембране клеток Когда человек кушает излишнее количество жирной пищи Излишнее количество белковой пищи, то есть мяса Холестерин имеет свойство накапливаться Получается, этот самый холестерин Он может накапливаться в сосудах То есть, откладываться в сосудах Из-за этого в сосудах образуются тромбы Давайте я вам это нарисую Эта красная полоска – это у нас сосуд Вот эта желтая полоска, которую я нарисовал Это холестерин, который начал откладываться Холестерин начинает откладываться, откладываться, откладываться И как вы видите, кровь может перейти теперь только по этой части Эта часть уже заблокирована То есть, тут накапливается холестерин, жирные кислоты А теперь представьте то, что холестерин продолжает накапливаться и дальше То есть, если холестерин продолжает накапливаться и дальше Он может полностью перекрыть сосуд И кровь перестанет проходить через данный сосуд И у нас разовьется атеросклероз Атеросклероз – это заболевание сосудов Именно из-за того, что откладывается излишек холестерина Что получается атеросклероз Например, если он происходит в коронарных сосудах Может даже привести к смерти Вот как раз, как вы видите При недостатке марганца Основные нарушения – это нарушение холестеринового обмена И атеросклероз сосудов В большом количестве марганец содержится в зерновых, в бобовых, в смородине, в чернике, в шпинате, орехах Следующий – это у нас молибден Молибден стимулирует обмен веществ То есть, он ускоряет метаболизм, улучшает метаболизм Помогает нормальному расщеплению жиров При недостатке молибдена происходит нарушение липидно-жирового и углеводного обменов То есть, переваривать более жирную или углеводную пищу становится сложнее Возникают проблемы с пищеварением Молибден содержится в большом количестве в молоке и молочных продуктах В высушенных бобах, крыжовнике, черной смородине Следующий – это у нас селен Заметьте сразу же Селен замедляет процессы старения Он укрепляет иммунитет и является естественным антиоксидантом Скажу вам даже немного из своей жизни историю У меня был знакомый, у которого был недостаток селена Именно из-за того, что у него не хватало селена Он очень быстро посидел К своим 15 годам в то время он уже был абсолютно седым При недостатке селена развивается снижение иммунитета Частые простудные инфекции Ухудшается работа сердца, возникают аритмии и отдышка Селен содержится в большом количестве в винограде, белых грибах, морепродуктах В апельсиновом соке, в репе, чесноке и неполированном лесе Хром Хром контролирует переработку сахаров и прочих углеводов Инсулиновый обмен При недостатке хрома повышается сахар крови Нарушается усвоение глюкозы При длительном дефиците может развиться диабет второго типа Получается, у нас есть два типа диабета Первый – это инсулин зависимый Когда наблюдается недостаток инсулина Второй – это инсулин независимый Который связан с тем, что клетки нашего организма не реагируют на инсулин Цельнозерновые продукты, грибы, морепродукты, овощи и бобовые Содержат большое количество хрома Фтор Касательно фтора Вы, наверное, замечали такое То, что вы даже можете сейчас проверить Посмотрите на свою зубную пасту Там должно быть написано То, что зубная паста фторированная Это связано с тем, что фтор участвует в формировании твердых тканей зубов и зубной эмали Фтор укрепляет кости При недостатке фтора развивается хрупкость зубной эмали Воспалительные заболевания десен Например, парадонтит Фтор в основном, получается, поступает к нам с питьевой водой А еще содержится в морепродуктах и в хлебе Из муки и в муке грубого помола Теперь йод Йод отвечает за работу щитовидной железы То есть щитовидной железе Йод нужен для того, чтобы синтезировались два гормона Тироксин и триодтиранин Тироксин и триодтиранин Они Это два гормона, которые Фактически контролируют весь наш метаболизм Они отвечают за него И при их недостатке развиваются Развиваются просто ужасные фактически нарушения метаболизма И из-за этого Помните, я сказал в начале Фолиевая кислота, железо и йод Это вещества, которые должны принимать беременные Для того, чтобы плод развивался нормально Также функция йода Это контроль эндокринной системы Он убивает микробы, укрепляет нервную систему Питает серое вещество мозга При недостатке йода При недостатке йода у взрослых наблюдается увеличение щитовидной железы Или же развивается зоб Более такое медицинское название Струма Струма – это зоб Ребенок перестает расти Из-за недостатка йода Ребенок перестает расти Он задерживается в умственном развитии В целом, недостаток йода Это Недостаток йода приводит к заболеванию Называемому кретинизм Недостаток йода у маленьких детей Когда они развиваются Приводит к кретинизму Для Кыргызстана Это очень, очень и очень важно Потому что мы находимся в эндемической зоне То есть в Кыргызстане В наших водах Получается содержится малое количество йода Из-за этого всю нашу соль едирует Кальций Кальций придает прочность костям и зубам Отвечает за упругость мышц и внутренних органов Необходим для нормальной возбудимости нервной системы Свертываемости крови При недостатке кальция Развиваются боли в костях и мышцах Мышечные судороги Деформация суставов Остеопороз Тусклые и блеклые волосы Ломки и ногти Разрушение зубов И воспаление десен Раздражительность и утомляемость Молочные продукты Соевый творог Сардины Шпинат Фасоль Виноград Содержат довольно большое количество кальция Калий 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 обеспечивает нормальную работу сердца Отвечает за выведение жидкости из организма Регулирует водный баланс При недостатке калия развиваются сердечно-сосудистые заболевания Возникают отеки Лишняя жидкость в тканях То есть В тканях начинает накапливаться лишняя жидкость В большом количестве Калий можно найти в печени В печеном или сваренном картофеле В кураге В шоколаде Рыбе и говядине Фосфор Участвует в производстве белков и строении клеток Способствует восстановлению клеток Принимает участие в регуляции работы нервной системы При недостатке фосфора Начинают разрушаться зубы Рыба, сыр, молоко, злаки, мясо Содержат фосфор в довольно-таки большом количестве Магний активизирует внутриклеточные реакции Играет вспомогательную роль в усвоении других минеральных солей Защищает от злокачественных опухолей При недостатке магния Развиваются подергивание век, судороги, онемение Покалывание в ногах, мушки перед глазами Нарушение равновесия Утомляемость, головные боли Повышенное реагирование на изменение погоды Зеленые листовые овощи, орехи, мед, овсяная и гречневая крупа содержат магний Дефицит питания Дефицит питания мы можем разделить на два вида Недоедание и неправильное питание К сожалению, в русской литературе отсутствует правильное такое понятие, как malnourishment У нас есть два понятия, получается undernourishment and malnourishment Malnourishment – это неправильное питание Давайте сначала начнем с undernourishment Это недоедание Недоедание – это результат диеты, которая постоянно дает меньше химической энергии, чем требуется организму То есть недоедание – это когда еды вам не хватает То есть это голодание А неправильное питание – это длительное отсутствие в рационе одного или нескольких основных питательных веществ Например, давайте сначала обсудим недоедание Представим себе, где-нибудь в Африке вообще нет еды Ребенок ничего не может съесть У него происходит недоедание А при неправильном питании, malnourishment Например, ребенок постоянно питается кукурузой Кроме этого, больше кушать ему нечего Из-за недостатка белков Он ведь должен получать еще и белки, и витамины, и минералы Вот из-за недостатка витаминов, белков и минералов У него развиваются заболевания Недоедание Недоедающий человек будет использовать накопленные жиры и углеводы То есть, если вы недоедаете, ваш организм начинает использовать свои резервы Начинает расщеплять собственные белки, терять мышечную массу Вот касательно расщепления собственных белков и мышечной массы Мышечная масса теряется из-за того, что белки в мышцах, они как раз и расщепляются Такой человек, начиная страдать белковой недостаточностью мозга Может умереть или понести непоправимый ущерб То есть, может стать инвалидом Касательно этого, давайте представим себе то, что у нас есть два человека Один человек весит 60 килограмм, он худой, как спичка И другой человек весит 120 килограмм, он относительно полный, счастливый Получается, они попали на необитаемый остров Какой из этих людей проживет дольше? При достаточном количестве питьевой воды Конечно же, это будет более полный человек Потому что он сможет использовать свои накопленные жары и углеводы Более длительное время Хотя нам следует, конечно же, учитывать там такие факторы, как заболевания Но в идеальных условиях представим то, что им просто не хватает еды Неправильное питание или же малоришмент может вызвать уродство, болезни и смерть Неправильное питание малоришмент можно исправить путем изменения диета То есть, если этому ребенку не хватало витаминов, если ему не хватало белков Мы просто даем их в пищу и все становится хорошо Понимание питания человека было получено благодаря эпидемологии Эпидемология, получается, она изучает здоровье человека и болезни среди населения То есть, в эпидемологии мы берем не отдельного человека А мы берем целое население и начинаем проводить анализ Почему появляются эти заболевания? Почему так? Например, эпидемологи проводят анализ касательно йода в Кыргызстане И давайте я вам даже сейчас расскажу Вот эпидемологи, они провели анализ И оказалось то, что в южных регионах встречаются чаще заболевания Мочекаменная болезнь Возможно, это как... И они начинают изучать эпидемологи эту территорию И оказывается то, что в воде там содержится куда большее количество солей Которые вредят организму Было обнаружено, что дефекты нервной трубки Являются результатом дефицита фолиевой кислоты у беременных женщин То есть, смотрите, не хватает витамина М, фолиевой кислоты У развивающегося ребенка Появляются дефекты нервной трубки То есть, нервная трубка – это самое первое образование нашей нервной системы И такой ребенок будет недоразвитый, с уродствами и так далее И тут возникает такой вопрос Может ли диета влиять на чистоту врожденных дефектов? Провели эксперимент Получается, смотрите Мы не смогли перевести данный рисунок Из-за того, что на нем стоят авторские права Давайте мы с вами так их рассмотрим Получается, у нас было две группы Экспериментальная группа Те, которые получали витамин Давайте поставим сюда плюс И без витамина Это контрольная группа Контрольная группа – это та группа, с которой мы сравниваем группу, которой мы даем какие-либо препараты Получается, мы изучали Мы давали витамины То есть, фолиевую кислоту 141 человеку 141 ребенку В то время как 204 детям Мы фолиевую кислоту не давали И получается, потом мы измерили количество дефектов Среди всех этих 141 ребенка Новорожденных Только у одного был дефект нервной трубки При приеме фолиевой кислоты То есть, это 0,7% А у остальных, тех, кто не принимал фолиевую кислоту 204 детей Из них у 12 Было обнаружено, получается, дефект нервной трубки То есть, у 6 Фактически, у 6% Этот дефект был Исходя из этого, можем утверждать, что да Диета влияет на частоту врожденных дефектов Поэтому Йод Железо И витамин М Фолиевая кислота Принимаются всеми беременными Давайте перейдем дальше Так, получается Сейчас Я разделю данное занятие на две части Мы с вами сейчас закончили вторую часть Остальную часть пищеварительной системы Вы можете просмотреть В следующем видеоролике Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова